Дорогие друзья, начинаем наш мастер-класс у нас в нашем доме. Поселился замечательный сосед. Игорь Михайлович Бутман, народный артист. Поздравляю! Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Да, Игорь Михайлович. Давай так сделаем. Давай ты немножко расскажешь. Ну, тебя все знают. Если не спросишь, все же могут сразу за тебя ответить. Потому что тебя так хорошо все знают. И знают твою судьбу нелегкую. И про жизнь твою. Ну, расскажи про ранние годы. Ранние годы и вообще, как ты пришел в час. Ну, я тебе скажу, что я как раз думал, или где-то я с кем-то разговаривал про ранние годы. Я думаю, те, кто добился от успеха в нашей стране, в Советском Союзе. Где-то те с кем-то разговаривал. Нет, 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 я даже не помню с кем. Раньше. Раньше. Раньше его. И раньше меня, да. Ты разговаривал, у тебя был фильм с телевидением. Помнишь, черно-белый-то показывает. Ты сидел вместе с режиссером, который крутил рейтинг. А, да, да, да. И тогда ты рассказывал про все эти свои юности. Да, да, да. И где-то... Нет, ну и вообще я подумал, как тогда, почему вдруг пришло желание стать джазовым именно музыкантом. Ну, по-моему, то, что нравилась музыка, но все-таки ты выбираешь какую-то карьеру. Да, ты понимаешь, что с одной стороны ты слышал такие имена, как в Советском Союзе, там Гольштейн, в Ленинграде, особенно это было самое уважаемое имя, там Голощетин, там, слышал про Гараняна, Козлова, естественно, ну, скосфониста. Ты просто думаешь, как ты решаешься на то, чтобы стать джазовым музыкантом. И в тот момент ты практически больше людей, на которых ты можешь ориентироваться или увидеть их успех, там, ну, ты как же решаешь? Вот я решаю стать музыкантом, почему? Потому что я вижу, там, мне нравятся, там, успехи, карьера, жизнь, интересная музыка, там, Чарли Паркер, но ты же его не видел никогда. Канабл Эддерли ты не видел, Калтрейна тоже не видел, Сонни Роллинсон не видел, других людей. Потом как ты в Советском Союзе решаешься, друг, заниматься джазом, где, в принципе, этой джазовой работы музыкальной практически не было. То есть тебе надо попасть либо в ансамбль Голочегина, который играл, когда я попал, играл в Дворце молодежи в ресторане, ну, это как бы клуб джазовый вроде бы, но никакого отношения с точки зрения клуба джаза не имел. Там туда билеты не продавались, туда приходили в ресторан покушать. Ну, мы там играли, ну, мы играли джазом, играли бы мы там какой-нибудь там рок, там, играли бы рок. Ну, то есть это не было джазовым клубом. То есть это такая работа, в Ленинграде. Или попасть в оркестр Вайнштейна. С одной стороны, оркестр Вайнштейна как бы гремел, но в Вайнштейна уже не было. Они тоже играли в гостинице Ленинград, тоже ресторан. Ну, в ритейном какой-то. Ну, вот какая у тебя карьера, может быть, в джазовом музыканте? Может быть, лучше на кларнете играть? Попадешь в Мариинский театр, или там в заслуженный коллектив, будешь ездить по заграницам, привозить джинсы, аппаратуру, но все-таки какие-то деньги. А ресторан это. И вот просто я вспоминаю всю свою молодость, почему я решился, почему я как-то верил в то, что я буду играть джаз на самом высоком уровне. И вот начал заниматься, смотреть и собрал для себя каких-то кумиров, которые даже в нашей стране были успешны. Потом Левиновскую я видел, что он уже тогда с ансамблем, когда приехал в Ленинград, это был просто фурор. И Лукьяну я тогда увидел. Вот эти еще два коллектива на меня провели огромное впечатление. Ну и вот тогда она решила, надо заниматься и быть, так сказать, сам лучше. Ну, попытаться все хоть. Ну вот и, соответственно, попал сначала к Галащокину, потом к Лустрему. Потом на маленький период времени, опять в Ленинград, когда нас уволили. Не уволили, а нас попросили написать заявление, чтобы они нагородные, чтобы не работали. Ну и все, и потом я вот уже договорился с Николаем Яковлевичем Левиновским. И попал в Олегию. Вот такие были мои приключения. Ну, я сразу там делал свои ансамбли, играл в Джаст Куб Квадрат. Все это было, но в принципе какие-то основные вехи, какие-то основные столбы, за которые я цеплялся в этой музыкальной своей жизни. Ну и, естественно, я читал о других великих звездах и их успехах. Их успехи, этих великих, меня как бы вдохновляло и давало мне настрой на то, что надо заниматься. Играть, выступать, ездить. Договаривались на фестивале, там, все в Советском Союзе. Я сейчас говорю, даже не помню, какие деньги мы получали, про деньги никогда не говорили. То есть, если взяли на фестиваль уже хорошо, то еще какие-то суточные дали там. Ну, это вообще... А это серьезно, я... Мы в 83-м году выступали в Витебске. В 83-й год нас пригласили на джаз-фестиваль в Витебске. Я полетел, тогда я работал еще в Устрем, у нас был элитационный период, но у нас, как бы, ночью, мы порепетировали, но было какое-то свободное время. И мы на два дня с Беренсоном полетели, с моим квинтетом выступать в Витебске. И там мы выступили. И есть запись, и мы там выступили очень хорошо. Просто тогда был такой лучший состав квинтета. Беренсон, Маслов, Колесник, Губерман. Так хорошо играли. Вот я не помню, получили мы за это деньги или нет. Помню, что все было хорошо. Там прилетели, Виталий Васильевич Долгов. Немножечко, так сказать, в веселом состоянии. Был очень рад меня видеть. Бил себя по щекам. Вот такая вот интересная... Скажите, пожалуйста, а вот какое ощущение было от публики, от той, которая была в Советском Союзе? Вот ты получал какой-то заряд на публике? Ты чувствовал, что это нужное дело? Нет, я считал, что вообще джаз это самое нужное дело. Особенно по публике. Особенно, когда я сам был в публике. И когда я слушал... Ну, я ходил на концерты. Голощокин вначале еще не играл, но ходил. Там играли, там, Миша Костюшкин играл великолепно. Там был Саша Морозов тромбонист. Там был Боря Лебединский гитарист великолепный, питерский. Губерман Жени, там, Веня Дунаевский играл на контрабасе. Но они играли, благодаря еще Костюшкину, они играли чуть-чуть более такую современную музыку. То есть не просто джазы стандарта, а какие-то там анжировки, которые приносил Миша Костюшкин. И это было... И публика принимала это на ура. Потом все концерты в джаз-клубе «Квадрат», где крики там «Ура», «ЕС», «Браво», там, все это... Ну, конечно, это... Только это и помогало идти дальше, если бы не было такой реакции. Если бы не было ажиотажа вокруг джазовых фестивалей «Осенний ритм» в Ленинграде, да, Александр? Вы помните? Я приезжал. Да, приезжали вы там и с Брилем, и без Брилем. Да, да, да. И там, ну, там, конечно, неделю. Советский джаз-фестиваль. Неделю идет джазовые концерты ДК Капранова. Там и все. Там не пройти. Там люди красивые. И ансамбли все приезжают. Все время разнообразие. Что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось. Там с кем-то я, так сказать, был согласен. Ну, музыкальный план, не согласен. Но тусовка была. И люди это воспринимали очень хорошо. И в Москве фестивале этот джаз-83, 84. Мы... Я приехал, играл в этом, в спортивном, в спортивном арене Дружба. Был джазовый фестиваль, там, большой, московский. И мы там сглачили. И мы поиграли, я ходила на... В Олимпийской деревне, да. А, в Ярославле тоже один из моих первых фестивалей. Тоже несколько дней подряд. Публика принимает. Но так, что ты понимаешь, что ты, ты когда выходишь, ты уже чувствуешь, что ты звезда, когда тебе так аплодируют. Я тебя первый раз, когда увидел, в 81 году, в Ярославле джаз на музыке. Да, да, да. Вот мы тогда и были. С Голощотином. С Голощотином. Потом, если там с Курёхином что-то там играли. Играли на альце в сапсоне. Вот, так что у нас, да. Поэтому, конечно, публика... Так я и почему... Когда я вернулся из Америки и стал что-то делать, то был же ужасный период, когда вообще никому ничего не нужно было. И многие думали, что джаз никому не нужен. Я говорю, ну как не нужен? Я же, когда уезжал в 84 году, джаз был нужен. Ну, за пять лет не может же вот люди так поменяться, что люди перестали любить джаз, что не нужен джаз. Да, появились какие-то самодеятельные эти все коллективы, роковые. Ну, так сказать, ребята, которые еле играют, но зато о чем-то говорят. Ну, это что не может же вечно это существовать, это самодеятельность. Поэтому я знал, что джазовое искусство... У джазового искусства в России огромное количество поклонников. Но они теперь требовательны к этому искусству, более требовательны к тому, что происходит. И сейчас мы видим, как джаз принимают у нас сейчас в стране. То есть благодаря нашей работе, всех, кто здесь сидит, и молодых, и взрослых, джаз в этом плане вызывает интерес и у тех, кто заинтересован в том, чтобы образование в России было разнообразным и многообразным. Потом нас принимают уже не просто как людей, которые якобы играют для какой-то элиты, элитарной, а именно, что это искусство, уровни необходимости для, как и балета, и классика, и рок-музыка, и поп-музыка, что это имеет право место быть. И качество наших музыкантов, благодаря образованию, всем, что делается, и генесеньки, и где бы это ни было, чтобы образование тоже уже выходит на очень высокий уровень. И вот это все дает нам публика, для которой мы играем, которая приходит, слушает, смотрит на нас, восхищается нами. И поэтому мы и работаем. Слушай, а вот смотри, все-таки в Советском Союзе было больше джазовых фестивалей, чем сейчас. Нет. Нет? Нет. Нет, конечно, нет. Ну, давай по пальцам пересчитай, сколько фестивалей было в Советском Союзе. Ну, давай считать. Нет, ну что, джаз над Волгой. Раз. Московский джаз фестиваль. Московский джаз фестиваль. Питерский. Питерский джаз фестиваль, осенние ритмы. В Екатеринбурге было? Не было. А где еще был джаз? Сейчас, сейчас, сейчас. В Риге. А, нет, в Риге было. В Риге было. Ритмы лета. В Таллине уже не было после этого таллинского фестиваля. В 80-х какой-то год был джаз фестиваль. Ну, был там. В 85-й, думаю. Ну, может быть, один там вдруг возникнет. Ну, короче. Вот мы насчитали 4 фестиваля. Ну, давай сейчас мы еще вспомним. В Баку. В Баку. В Баку прибавился в 2004 году. А, в Белиси? Не, не, мы говорим о Советском Союзе. А, нет, нет. В Тбилиси. Раз, 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 пять лет. В Баку не помню. В Тбилиси, да. В Вереване. В Вереване не было. Нет. Были концерты, не было в Вереване. В Архангельске были такие, но тоже. Да, ну, такой фестиваль. Такой, да, там, Лизийский Володя, наверное, что-то делал, но тоже так все. Поэтому... Все. Все. Это в Советском Союзе. Фестивалей было не так много. Не помню. Не было, не было. Вот, Донецк был, вот, чемпионат. Донецкий. Донецкий джаз-фестиваль. Вот, мы Петровский, не помню. Нет, нет, нет. Не было. То есть, Донецкий был фестиваль на Украине. Вот, и... В Киеве ничего не было. В Риге, в Риге был, в Вильнюсе, в Каунусе. Ну, тоже не было ничего такого. Несерьезно ничего не было. После того, как они стали республикой. Да, потом стало, да. Да, да, да. Да, да. Мама джаз там потом. Да, да. То есть, получается, пять фестивалей, ну, шесть. Ну, хорошо, если сейчас мы, ну... И то, кстати, было так, что чуть не каждому... Да. И так вот, вот, всего. Деньга. Ну, такой, полусвободный график. Год есть, год нет. Да. Или два года подряд, потом год. Год, год. Единственный фестиваль, который был постоянно, это был осенний ритм. Да. И московский. Все. А сейчас фестивали, пожалуйста, и в Владивостоке, и на Сахалине. Где у вас там еще? Сочи. В Иркутске был. В Иркутске. В Екатеринбург. Пермь. Пенза, по-моему, там. Уфа. Казань. А? Йелтинит. 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 Коктебель. Ну, это сейчас, да. Ну, это, допустим, сейчас это, ну, это украинское началось там, но потом, ну, нет, 52 фестиваля сейчас идет. Ну, мы делаем. Триумф джаза в Москве. Московский джаз фестиваль. Горки Ленинские. Сейчас Московский джаз фестиваль. Плюс Сочи джаз фестиваль. Саранский джаз фестиваль. Вот Южно-Сахалинский джаз фестиваль. Уже семь. Сейчас я еще вспомню, где мы еще делаем. Понимаешь? А будущее джаза еще, да, фестиваль. То есть Москова. Джазовая провинция делает, ну, Лени, да. Джазовая провинция. Тоже фестиваль хороший. То есть сейчас уже это больше всего? Намного. Намного. Намного больше в профессиональном уровне. Если взять какие-то фестивали, там, крупные, тут все самые крутые звезды у нас выступали. Челябинский джаз фестиваль. А, в Челябинске тоже. И Челябинский один фестиваль, там, мир джаза, или как в Ростове-на-Дону. Да, Ростов. Взять, то есть, не, ну, много. Давай перекинем все туда на конкурсы. Давай перекинем. На конкурсы. Давай. Вот джазовые конкурсы. Вот как ты считаешь, мы можем как-то повлиять на то, чтобы все-таки увеличить количество джазовых конкурсов. Все-таки их не так много на сегодняшний день. Именно с результатом после этого. То есть не просто провести конкурс. Чем хороши, допустим, классические конкурсы? Ну, известные, которые входят уже в каталог. Да. Типа Манклеева, Ченьковского. Все-таки там есть какой-то определенный момент, после первых каких-то премий, когда они получают общественное признание через то, что есть заинтересовалась в конкурсе пропагандировать финалистов. Вот прошел большой джаз, да? Вроде бы как-то все хорошо. Ну, ты сейчас приглашаешь выступать, да? Потом Петя Востоков пригласил финалистов тоже в консерватории был концерт. Но в принципе, вот как бы нам сделать так, чтобы появились какие-то конкурсы, которые действительно мало того, что они бы получали какие-то призовые хорошие деньги на скрутку, и, естественно, записи, и выход на радио, и какие-то гастрольные вот такие вот поездки. Потому что вот Ван Клейберн, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, там между конкурсами первое премий получили 250 концертов. Там небольшие деньги за концерт, но это колоссальная раскрутка по всему миру. Знаешь? Ну, я тебе могу сказать, что нужно сделать здесь. Наша задача, наших конкурсантов, которые у нас выступают, их уровень еще больше рос. То есть, понимаешь, участие в конкурсе, и даже победа в конкурсе. Иногда мы даем победы музыкантам, которые просто лучше играют, чем другие конкурсанты. Нет, не о вас. Вот у нас конкурс. Один играет хорошо, а другой играет хуже. Поэтому тот играет хорошо, мы даем первое премию. Но он не играет выдающиеся. Планку самого конкурса надо повышать. Если конкурсов много, то они друг друга немножко нивелируют. То есть, как бы, ну, там я не поеду на тот конкурс, поеду сюда, да, и уровень немножко размывается. Если сделать один конкурс, вот такой, условно говоря, как Хербер Хэн, как и там Телонис и Монка, где, вот, такой самый реальный джазовый конкурс, где люди действительно, может быть, получат какое-то продвижение в карьере. Может быть, может быть и нет. То есть, гарантии нет. Но, есть шанс. И поэтому, мне кажется, что у нас в конкурсе надо очень, должно быть, может быть, два конкурса, может быть, три, может быть, десять, но основные, которые именно дают какой-то, ну, вот, я не знаю, там, Гнессин джаз, но, мне кажется, Гнессин джаз немножко размыт по всем категориям. То есть, и солисты, и ансамбли, и это, то есть, для ребят, для, которые принимают часть в этом конкурсе, это очень здорово. И победа дает им психологический, моральный, так сказать, подъем. Это хорошо, но с точки зрения карьеры, пока ничего не дает. Да, но надо, но вот это надо, но надо вот посмотреть, как это сделать. Это, конечно, вот конкурс в Ростове-на-Дону, который мы, который мы с тобой, и с Александром Ильичем были, там просто чуть-чуть более концентрирован, там идет по инструментам, там нет вокала, что сразу, как бы, нивелирует огромное количество вокалистов, и это тоже серьезное дело. Зато есть инструменталисты, которые в конечном итоге, ну, получают какое-то приглашение, в какие-то хорошие, ну, как минимум, оркестры. Ну, вот у меня сколько, шесть победителей работают в оркестре, то есть семь. Ну, Побожий победитель конкурса, Олег Акуратов победитель конкурса, Иван Акатов победитель конкурса, Антон Чакура победитель конкурса, Илья Морозов победитель конкурса, Даниил Никитин победитель конкурса, шесть человек уже в оркестре играет. Из молодежи, из этого конкурса играет. Олег Акуратов победитель конкурса. И мы его, и мы с тобой поддержали, поддерживаем, поддержали, потому что это, вообще, мне кажется, это уже важно, во-первых, это очень важно, что не только в Москве, как бы, вот такая интересная, музыкальная, и там так все складывается, очень хорошо, атмосферно, что там вот ребята сюда приезжают. Ты не участвовал, нет, Миш? Нет еще. Нет еще. Ну, вот, ты участвовал, нет? Андрей, ты победил тоже, да? Да. И не в оркестре у меня? Странно. Это упущение. Уровень ближе. Нет, вот там, как бы, вот надо, конечно, делать, 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 делать такие конкурсы, вот, именно, вот такие поддерживать. Поэтому нам больше конкурсов, пускай не будут. Если кто-то хочет провести конкурс, это очень здорово для ребят. Какой-то стимул позаниматься. Да. С точки зрения карьеры, конечно, должно быть, может быть, два основных конкурса. Правильно, Галерий Александрович? Да. Ну, то есть, если у нас будет больше конкурсов, замечательно. Если эти конкурсы начнут давать какие-то плоды, вот именно, чтобы кто-то их будет приглашать, но наша задача, если у нас идет конкурс, то, конечно, пригласить каких-то людей, там, директоров филармонии. Вот. Понимаешь, больше, и так же, вот, большой джаз победили, там, им надо там тоже как-то их раскручивать. Но, с другой стороны, они сами тоже должны чуть-чуть раскручиваться. У них там прижгутые деньги, там, собираюсь куда-то ехать, я слышал, там, да, какой-то концерты или туры, что-то есть, нет? Нет. короче, об этом надо подумать или кому-то предложить, да, с кем-то переговорить. Ну, пока на этой волне. Вот, поэтому, я думаю, здесь так надо. Конкурсы пускай будут. Пускай будут про конкурс, не знаю, имени там, какого угодно, проводят конкурсы, там, в Иркутске проходят конкурсы. Ну, там дети, они еле играют. Да, они еле играют. Куда их сейчас, ну, выиграл этот конкурс, куда его сейчас? Ну, детские, понятно, так, детские, это так. А профессиональные, профессиональные конкурсы, но еще, еще момент, профессиональные конкурсы надо определить с возрастом. Да. Понимаешь, вот, мое сопротивление на большом джазе было, что мы берем ребят, выбор ребят, которые у нас попадают в этот конкурс, 25 лет. Это очень. Попытались провести там одного-двух, я им говорю, что надо возраст увеличить. Главное сопротивление и объяснение даже Пеке Востоков, он говорит, мы хотим открыть таланты до 25 лет, дать молодым дорогу. Идея хорошая, но если молодой не созрел, то он с этой дороги уйдет через секунду, он стал победителем или участвовал в финале, а дальше-то все. А надо было дать возможность ребятам, вот мы должны решить это психологически, до 30 лет или до 35 лет делаем конкурсы. Если до 35, то тогда возможно ребята с опытом. Ну, обычно до 33. Ну, понимаешь, тогда, понимаешь, ребята сидят, они готовы морально ездить на гастроли, собирать публику и давать то, что вот публика ждет от лучшего джазового концерта. Вот они могут конкурировать условно говоря с оркестрами нашими и другими уже более известными музыкантами, которые в этом их возрасте 30-35 лет. Вот здесь надо понимать. Есть у них этот потенциал всех победить и выступить и сыграть так, чтобы им аплодировали, чтобы они уехали из полных залов. А если они выступили один раз в неполном зале, но они выступили здорово, я вовсе уверяю, в следующий город поет, там будет полный зал. Сарафанное радио работает, как этот. Академический конкурс классический подразумевается до 32 лет. Где-то чуть-чуть меньше будет до 30, но это нормально. Потому что человек конкурирует. Ван Клиберн, сколько ему было летом? До стипа ему не было, он взял первое племя. Там же были и маститы и музыканты. Ну, он их обыграл. Он был молодой, там день. Но зато участвовали тоже 30-летний. И это тоже нормально. Если ты гений, этот же Джо Александр 9 лет уже крутил и вертел 7. Ну, все, пожалуйста, пускай подает, пускай выигрывает. Он в Одессе выиграл. Вот. Гран-при. Да, потому что он действительно уникальный пианист, музыкант так денег-то, конечно. Но я просто говорю, что надо посмотреть по конкурсу, какой возраст сделать, и люди должны окрепнуть. И тогда мы можем говорить о карьере после конкурса. Ну, личная инициатива, надо возбудить личную инициативу у них, понимаешь? Потому что как сделать эту карьеру сейчас? надо возбудить. У нас же нет такого, понимаешь, вот у тебя есть менеджмент, который... У меня менеджмент появился... Да, недавно. Нет, у меня был менеджер в Америке, который просто ничего не делал, а я не знал, что ему подсказать. А он был... Нет, первое, что он мне принес контракт на 15% со всех моих доходов. И ты подписываешься? Нет, я подумал, во-первых, нет доходов, во-вторых, и когда будет, то жалко. Или 20% of all gross in income, of all gross money. Я говорю, я готов, но сначала, а можно сначала стулья, а потом деньги? Он говорит, нет, деньги вперед. Нет, я работал. Мне посоветовал менеджер Пэт Метвини, давний менеджер у меня был Ром Мюррей, бас-гитарист, который играл на таком обрезанном басе. Мы играли, работали там квартетом, но с певицей, аккомпанированной. Ребекка Перес, была такая певица, царственная песня. Понимаешь? Ну вот, был у меня менеджер, был еще там один менеджер, адвокат тоже. Но тоже нет, но это быть сложным менеджером, понимаешь? Менеджер, это менеджер. Менеджер должен с чего-то жить, а все он живет. С твоих заработков 20% то есть, ты заработал тысячу, он получил там 200, 200, Он получил 200. Значит, его задача сделать так, чтобы он получил 10 тысяч, 2000, но кто тебе даст 10 тысяч? Значит, должен писать музыку, работать, это. Но, если у менеджера нет денег, он с тобой долго работать не будет, ему нужны деньги. Значит, он будет искать либо того, либо пойдет заниматься другим, более полезным делом. Поэтому, менеджмент, мы можем сами организовать, так сказать, какую-то ассоциацию, которой можем помогать, можем помогать ребятам, но они в первую очередь сами себе менеджеры. Сами себе, для начала. Как говорится, купите лотерейный билет. Знаете, эту историю, да, страшно. Что, когда один человек, говорит, обращается к Богу, Боже, я все делаю, выполняю субботу, ну, это еврейский парень, говорит, я все делаю, говорит, ну, как мне выиграть лотерей? Бог спустился за землю, говорит, Леха, купил лотерейный билет сначала. Здесь так, что победили, надо это, на это, как-то, ну, дальше действовать, рассказывать, как мы, как мы пропагандируем джаз для великих мира всего, мы же рассказываем, надо иметь, давать интервью, говорить, знать историю, музыки, потом говоришь, что ребята, да, понимаешь, потому что, ты знаешь, разговариваешь, так сказать, ну, там, не знаю, с чиновниками, с бизнесменами, они говорят, а вот, там, джаз, это вот американское искусство, он тебе сразу говорит, ты говоришь, ну, темнокожие, темнокожие, ты говоришь, ну, это и да, и нет, это искусство, в первую очередь, в которое нет национальности, импровизация была до того, как африканские, так сказать, рабы оказались в Америке, импровизация была в музыке, английской, народной, русской, где угодно, была импровизация? Была, тот же Мостр, там, если взять, посмотреть фильм, как он там, играл в стиле, в стиле, там, сольери, помнишь, он просил, а сыграть в стиле баха, а сыграть в стиле сольери, это он что делал, по нотам играл? Нет, он импровизировал, просто, именно, искусство импровизации было всегда, причем, оно было не только в музыке, оно было в стихах, сейчас работаешь в жаз, это импровизация, и все, это не только... Ну, конечно, да, но у нас она как бы стоит во голове у глаз, но у нас свои акценты, свои гармонии. Ну, естественно, и кто у нас на роль Борискин, Борискин, Борискун на царство, это же Глин, так сказать, понимаешь? Так что здесь, но ты должен это объяснить, потом ты должен сказать историю советского джаза до военного периода, где джаз принимался очень хорошо, сколько приезжали, джазовая комедия, та же Утесовая, Зуноевский, и Комаровский, и не знаю, там Утесовы, и все это, там были великолепные музыканты, не все были импровизаторы, но с точки зрения обучения, все были с консерваторским образованием. Да, Минх, Минх, помнишь? Минх, да. Выдающиеся были музыканты. Парламов. И вот надо это рассказать людям, да, и потом сказать, что джаз это не только, так сказать, афроамериканское искусство, оно при всем уважении, оно, так сказать, принадлежит, оно международное, и то, что сошлось в Портовом городе и на Орлеане, так же сошлось и в Портовом городе Одесса. Ну вот, серьезно. Мне, несколько было обидно смотреть программу на медне нашего, так сказать, либерального Парфенова, где он расскажет о 22-м, о 22-м годе, все события, которые были, но он не рассказал, что в 22-м году был первый джазовый концерт, а рассказал о том, как возникла Мурка. Вот уровень нашего, так сказать, понимания. Понятно, человеку свойственно ошибаться, но надо теперь докаживать, надо донести, какая история, почему мы делаем. Поэтому надо уметь рассказывать, говорить, что себя не нахваливать, но рассказывать о тех, о тех прелестях музыки, которые ты делаешь сейчас, рассказывать и добиваться, чтобы у тебя были гастроли. Рассказать, что ты, я же рассказываю историю, когда я пришел в джаз-клуб, и говорю, можно выступить в джаз-клубе? Ну, мы ко мне приходят сейчас в джаз-клуб, можно выступить? Можно и нельзя, говорю, да. А в Америке пришел в джаз-клуб, я хочу выступить в джаз-клубе. Первый вопрос, какой у тебя мейлинг-лист? Что такое мейлинг-лист, знаешь, Андрей? Аудитория? Нет, мейлинг-лист, знаешь, что такое? Мейлинг-лист. Кто знаешь, что такое мейлинг-лист? У нас список друзей, кто пригласили. Правильно. А он что ли? Ну, это список людей, это, да, это вот у тебя, ну, ты тогда, тогда не было интернета, тогда не было, да, это mail, 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 почта. Сколько у тебя, сколько почтовых, условно говоря, открыток, ты можешь отправить, сообщить о своем концерте для привлечения именно твоих поклонников. Ну, я сложил, умножил, прибавил там, говорю, 500, хотя у меня там вообще никого не было. Он говорит, ну, вот 2000 у тебя будет, приходи, а клуб 100 человек, вот, чтобы получить работу. Ну, ты начинаешь рассказывать, что у меня там много друзей, они на мейлинг-лист, я позвоню, уговорил, тебе дали работу. Понимаешь? Поэтому ты должен тоже, вот каждый должен понимать, что даже после конкурса, даже после программы «Большой джаз», джаз, по идее, никому не нужен. Большой или маленький. С одной стороны, но он нужен тебе, этот большой джаз, он в тебе, это твоя любовь, это твоя вера и в музыку, и в себя. Поэтому надо работать. А потом, когда вы станете успешными, тут появляются менеджеры, потому что они понимают, что можно работать, это интересно. Сначала, может быть, жена или муж становится менеджером, потом жена или муж уходит, и ты, ну, нормального менеджера себе берешь профессионал. Не, жена остается, или муж, это нормально, а менеджер уже, его задача заниматься твоей карьерой. Не только, ну, в Америке, Валерий Александрович знает, в Америке есть менеджер, персонал менеджер, есть бизнес менеджер, а есть booking agent, есть road manager, да, то есть, менеджер, который с тобой, если ты звезда, тебя, создает тебе условия, помогает тебе, делать так, чтобы артист думал только, так сказать, о том, чем он занимается. Менеджер делает карьеру, он смотрит, куда направить артиста, на какое шоу, на какие радиостанции, еще есть PR менеджер, который тоже вообще не, то есть, идет огромная цепочка, но для того, чтобы эту цепочку иметь, надо стать музыкантом, и пока вот ты сам себе ничего не сделаешь, пока ты сам не будешь уверен в том, что то, что ты делаешь, это нужно, в первую очередь, тебе, а, соответственно, всем, тогда, тогда вот это будет, дойдете до вот этой ситуации. Но сейчас, конечно, многим ребятам, кто были на большом джазе и красовались, и действительно, вот надо это, это использовать. И это, ни в коем случае не стесняться, что я был на большом джазе, я там ттт, там было очень здорово, меня даже Билиновик похвалил. или Валерий Александрович, или Вадим Семенович, или Игорь Михайлович, или Алексей Семенович, или Владимир Борисович. Тина Кузнецова тоже была? Ну, вот видишь, тоже хорошо. Она похвалила. Похвалила тебя? Ты на чем играл? На баритоне или нет? Ну, как ты решился? Я, честно говоря, я сейчас думал, сейчас покажу, как надо играть на баритоне, взял, это вообще просто ужас. Реально. Реально, нет, реальный ужас. Просто я думал, что все плохо, но это было вообще просто. Поэтому я, я поэтому изменил тебя, я хотел тебя там вообще убить тебя, оценка какой-нибудь, но потом понял, что ты вообще гигант. Гигант, да. В общем, все происходит от инициативы своего языка. Да. Молодого. У них есть время, что самое интересное. У них есть время, нужна идея, нужна какая-то зацепка тоже. Но не на потребу публики, а вот просто найти, наверное, какой-то акции. Все на потребу публики. Мы играем на потребу публики. Просто надо эту потребу взрастить, чтобы они воспитать. Но это только за счет мастерства высочайшего ты можешь воспитывать публику. Ты можешь играть, а нет, человек, он же ничего не понимает. Ему до лампочки, до минор, ли фа минор, или ля сеп, понимаешь, ему неважно, как ты это сыграешь, как ты, он получает эмоциональный какой-то заряд. На него движется масса звуков, которые где-то, где-то в каком-то другом, в другом месте может казаться просто ужасом, который хочется выключить. А здесь это уже происходит магия. Магия, когда музыканты между собой имеют какой-то диалог, какая-то нить. Это музыканты, это люди на подсознательном уровне, на интуиции чувствуют, что что-то происходит волшебное, понимаешь. Мы же не можем описать восторги от того, почему нам кушаем, кто-то кушает сладко, ему очень вкусно, а кто-то кушает сладко, ему плохо. Вот здесь надо, и мы не можем многие вещи объяснить, и здесь то же самое музыке любой. Она тебе дает этот эмоциональный заряд, она тебя восхищает, ты восхищаешься вот именно вот все, что происходит на сцене. Значит, это здорово. И тут не надо им знать, хорошо это, в угоду публике. Твое мастерство это в угоду публике. А то, что ты там можешь сыграть, мурку вставить там, это уже такой уровень, такая опасная игра такая. Я иногда, мы все иногда страдаем иногда, но иногда тебе надо публику тоже подтянуть к себе. Иногда она не слушает, она невнимательно может слушать, она не обращает внимания, она запуталась иногда. И какими-то крючками, какими-то, там не знаю, эффектными барабанными соло, они могут, можешь их немножко разбудить. Иногда можешь разбудить их балладой. Ну, то есть, здесь уже как бы тактика и стратегия самого концерта. Что ты играешь, как ты играешь. Иногда во время концерта, вот я вчера не стал рассказывать про какую-то пьесу, которую мы играли, там, поет нашу, там, это, Фонтини. и ты знаешь, это пьеса, то есть, я вот ничего не сказал, ни какой-то, ни юмор не сказал, ничего. Как-то вот, раз, и мы на нее перешли от одной вещи к другой, без разговоров. И вот я почувствую, что если я буду говорить, то это испортит. Ну, вот интуитивно, просто, решил ничего не говорить. И была реакция, ну, там всегда хорошая реакция после этой песни, но в этот раз была какая-то более такая эмоциональная. То есть, ты даже по аплодисментам можешь судить, донес ты или не донес. И вот еще случай с Михаилом Казаковым, мы репетировали спектакль. Он назывался «Играет стрейнберг-блюз». Казаков был режиссером, там были актеры. И актеры, некоторые спорили с Михаилом Михайловичем, ну, не спорили, а может быть так, а может и так. И он им сказал такую фразу, которую я запомнил. Он сказал, ребята, публика вас научит, как играть. И во время спектакля они повторяют одно и то же текст. Однажды они какой-то текст, который уже 500 раз повторяли, как-то было какое-то вдохновение, как-то то ли где-то сделали паузу, то ли чуть пригнулись, то ли чуть снизили, так сказать, потише сказали. Но прямо было слышно, как публика такая, ааа, о, ну, люди же сидят, они же, безусловно, рефлекс, раз, и где-то засмеялись. И ты понимаешь, да, вот сегодня мы сыграли это, если услышали публику, пошло, пошло, да, вот это, и они на следующий спектакль, они, ну, великолепные актеры, они это запомнили, и уже на следующий раз попытались восстановить так, как это было вот тот раз, когда они поймали. И опять такая же реакция. То есть мы все все время должны ориентироваться на публику. И, соответственно, и улучшать, и идти дальше. Если тебя не принимают, если ты чувствуешь, что что-то не так работает, если не так тебе хлопают, не так, такие люди счастливые ходят, значит, где-то ты не доработал. Смотришь, где не доработал, слушаешь свои записи. Сравниваешь с записями музыкантов, которые те любят, которым хлопают, допустим, громко, да, где они здесь, здесь они сделаются, здесь я сыграл коротко, тут я сыграл длинный, тут я немножко завысил, тут я сыграл вместо быстрого постажа надо было сыграть медленный, а тут наоборот надо было здесь зафигачить что-нибудь. И дальше вот так же тоже смотришь, себя сам анализируешь, смотришь и сравниваешь с самыми лучшими джазовыми примерами, которые тебе, которые тебе, ну, которые тебе нравятся. Что? Вот. В общем, надо работать во всех направлениях. И, конечно, как ты сказал, не в угоду публике, как ты сказал? на потребу, на потребу, да. Да, мы выходим на потребу, мы выходим на публику. Соответственно, от нас ждут маги, от нас ждут вот этого, чего-то, что мы должны им дать. Ну, понимаешь, по поводу потребы публики, я немножко, как я могу сказать, свое оправдание. есть определенный уровень публики, которые приходят и на определенном уровне уже ожидают от тебя, ну, вот смотри, там, если музыка диктилена, да, она воспринимается шикарно, совершенно. Все радостные приходят, у них какие-то, появляются даже движения во время слушания. Понимаешь, с другой стороны, ты играешь более информационно-эмоциональную музыку, и, конечно, диктиленов, это трудно сравнить по накалу страстей. А с другой стороны, сыграть, быть откровенным и открытым для публики, это большое дело. И мы-то, кстати, с Крамером тогда экспериментировали, потому что он как-то запузырил свою, значит, быструю пьеску. А я говорю, вот сейчас я выйду и сыграю балладу. И, поднимение, он говорит, да нет, не буду. И я сыграл, на самом деле, Be My Love. И я говорю, ну, давай, чтобы замерять децибелы, нет. Все равно публика воспринял. Вот я имею в виду это, понимаешь, что ты, как бы, раскрываешь себя и не даешь им воздушный, что они за тобой пошли. Ну, конечно. Понимаешь? А то, что, естественно, ты играешь для публики, тут он вообще разговаривает. Ну, а здесь, ну, вот это, в твоем примере, это, в общем-то, правильная, ну, как бы, тактика или стратегия. Баланс какой-то другой. Ну, конечно, вот Крамер играл быстро, виртуозно, замечательно сыграл. Сейчас он лучше. Сейчас лучше играть, да? Сейчас менее виртуозно. 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 Более, виртуозно. Более, вот такой у него. Да, да. ну, неважно. Вот он вышел, ну, давай, я вышел, сыграл быстро, какой-то сон, эмоциональный, а потом вышел в другой сон, сыграл балладу. Конечно, на контрасте, это тоже, люди же тоже не могут все время принимать, ты же не можешь все время есть горячую еду, ты же можешь съесть холодный супчик. Попить? Я могу это и другое. Я понял. Так вот, поэтому и происходит. Я тебе другое еще скажу, ты замечаешь же. Но, видишь, опять ты пошел на потребу публики. По поводу, по поводу, ты сыграл, они получили вот то, что они хотели. Потому что после, Данила Борисовича, его виртуозная пьеса, допустим, еще слушать еще одну виртуозную пьесу, можно застрелиться. Понимаешь? А ты взял, и с другой стороны, ты сделал абсолютно правильный ход. И вот, иногда, конечно, иногда одна нота может у тебя вынуть всю душу. Сколько бы ты не играл пассажей, ну, две. Ну, это максимум. А ты замечаешь, что когда вот слушаешь музыку, может, совершенно другие люди. Это меня все пугало. Потому что я хочу, я хочу понять, как публика воспринимает музыку сейчас. Потому что я не могу, я все время анализирую то, что я слышу. Да я не анализирую. Ты понимаешь, вот эти все фразировки? Ну, я не думаю, когда музыку играю. А я слушаю, не то, что анализируешь, что там соль бену. плохо играют. Да. Поэтому анализируешь. А если бы играли хорошо, ты бы не анализировал. Потому что не было тогда желания, у тебя, ты бы уже в другом было измерение. Понимаешь, вот когда все играют правильно, когда все играют как надо, великие музыканты, ты уже не думаешь о том, как или что. Ты потом можешь, вот сейчас тебе понравилось, потом ты можешь опять это взять, записать, попробовать это, для себя записать, снять и поиграть. Условно, я недавно слушал Фредди Хаббардов, в Виллаж Венгарде сейчас, видео. Вот прям, вот я слушаю, наслаждаюсь. Все мы, Ленни Уайт, Рон Картер, не помню на рояле кто. Сидорол. Может быть, да. Нет, я тоже наслаждаюсь. Да, вот это, вот я наслаждаюсь. А потом, ну мне нравится Сэрик Хаббард, я там достал запись, хочу там, допустим, несколько моментов снять, просто, выучить просто. Да, вот это, да, а когда я слушаю музыку, понимаешь, я послушаю по 25 раз одну и ту же музыку в последнее время. Я вообще не анализирую, просто, просто, да, просто получаю нереальное удовольствие. И даже иногда скупая мужская слеза пробивает. И на быстро, и на медленно. Ну хорошо, скажи тогда, что нас ожидает в будущем? в джазе. Ну я надеюсь, у нас с тобой еще есть лет 30. У нас с тобой нет, у нас много времени, ну, во-первых, мне очень, это очень хорошо, что, во-первых, таланты молодые ребята приходят, и что они играют, и что для нас, это очень важно для всех на сегодняшний момент, у нас нет избытка джазовых музыкантов, у нас такой большой конкуренции все равно нет. искусство джаза, оно требует не меньше усилий, чем искусство, допустим, академической музыки. Мы берем оркестры академические, насколько они, насколько они выучены, и насколько иногда не выучены джазовые музыканты, по сравнению. Я имею в виду владение инструментом. Научены? Да, они научены, да, но они, допустим, на скрипке человек играет, он играет 7 лет в музыкальной школе, больше, минимум 7 лет, потом он в училище учится, и потом в консерватории. 9,4, 13. А у нас, в джазе, только он взял саксофон, только он там выучил 2-3 хода, он уже джазмен, он уже Джон Калтрейн, он уже, у него ничего нет, ничего не знает, еле играет, а он уже джазовый музыкант. А вот это очень, к сожалению, это и есть такая, все-таки мы, овладев какими-то приемами импровизации, уже забываем обо всем, что есть именно инструмент, что есть звук, что есть ритм. То, что называется профессионский. Да, вот это, это наша пока слабость. И это, и это только сейчас мы начинаем, я начинаю только сейчас это замечать. Это говорит о чем? О том, что образование у нас очень хорошее, но уже есть к чему стремиться. Играя вместе с оркестром Башмета, я понимаю, допустим, что мы иногда получаем больше аплодисментов, но за счет громкости и эмоциональности. но как хлопали Башмету, когда он играл Арию Баха, после нашего, мы как только там завершили, там овации, и потом они вступают Арию Баха, и зал взрывается овацией от звука. То есть нам аплодили за то, что там редик там, там, а, нет, а потом оркестр играет номинально. Вот мы тоже должны к этому двигаться. Как у нас стоят, ну, я просто рассказываю про оркестры, про любой оркестр наш, могу сказать, как бы это российский, без исключения. Мой тоже. Написано П стоит, П. Это пьяно обозначает. А они думают, что это просто Ре. Вот это, вот надо стремиться, вот, конечно, к мастерству, к профессии. Это первое, что нас ждет в джазе. Но мы это обретем. Второе, конечно, надеюсь, что молодые музыканты все-таки станут чуть-чуть больше знать и о советском джазе. Те, кто здесь был, они же продолжают делать, так сказать, российско-советского джаза. Кто здесь был, как играл, как работал. И плюс знали, конечно, историю джаза мирового. А эта история джаза заключается кто где играл, на каких записях, какие записи сделали. Кто там был в оркестре. Допустим, первый артист у меня в оркестре играет. Он не знает, кто такой Marshall Royal. Да? Он не знает. Он не знает, кто такой Джерри Даджин, Джером Ричард. Да? К сожалению. Вот Андрей Китайзов из Америки. Американский пианист звонит, скучает из Портландса. Привет! Игорь, я тебя не слышу. Андрюша, передай всем привет, это студенты. Вот, все. Передай привет. Я тебе перезвоню. Я хочу взять только один вопрос задать. Давай. Да. У нас когда-нибудь будет время, чтобы хотя бы с тобой минут 15 будет. Будет, будет. Андрюша, позвоню тебе. Мне хочется столько с тобой обсудить и рассказать. А мы с тобой всегда говорим 15 секунд. Андрюшенька, все, давай, я тебе подоберу. Сейчас полбольше уже, 20. Испортланды. Ждут наших джазменов там. У него сын или дочка? У него дочка. 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 О том, что будет? Вот, будет все очень хорошо. Я в этом полностью уверен. Благодаря огромной работе всех нас, начиная с Александра Викторовича, Жанны Абрамовны, Лариса Александровича, Игоря Михайловича и других официальных лиц. Все идет. У нас, мне кажется, получается. Будущее. Если вот все будет, если все то, что необходимо джазовому музыканту, это будет в его голове, будет в его, так сказать, душе, то это нас ждут новые победы, нас ждут новые интересные свершения в джазе, которые все ждут. Знаете, все говорят, а когда будет что-то, а что вы новое, а что вот вы играете старое? Ну хорошо, а что вы слушаете старое тогда, когда ходите в Большой театр, в театр Станиславского, ходите в консерваторию, в Зал Чайков, что вы все старое слушаете? Вы послушайте новое и вернетесь к старому опять. Но шедевры мы должны действительно создавать. Конечно, задача молодых музыкантов, конечно, продолжать как бы то, что мы делаем, ну и естественно, искать новый, свой собственный язык, свои собственные интонации, свою собственную музыку, не бояться, и делать это как можно быстрее. Сохраните аудиоаудиторию. Да, ну они... Не приумножить, а приумножить. Это программа максимум. Да, ну вот мне кажется, что они стоят, что мы ждем. Хотя хорошо бы, если это случится, случится в России, что какие-то новые джазовые, музыкальные лени будут здесь. Но мы для этого работаем, мы для этого учим, студентов обучаем, рассказываем. Но опять же, вот именно история музыки, ее создание, всей музыки, она, конечно, должна еще больше, чтобы были какие-то ориентиры. Вот, Андрей, ты кем хочешь быть? Артистом-музыкантом. Артистом-музыкантом. Каким артистом ты хочешь быть? Наверное. Через пять лет... Будешь? Где ты хочешь играть? Где у тебя мечта сыграть? В каком месте ты мечтаешь сыграть? Я хочу по всему миру играть. Ну, а вот какой-нибудь концертный зал у тебя есть, где ты бы хотел бы, вот как вышел... Хочешь, да? Да. Ты хочешь? Молодец. Вот это, понимаешь, вот это тогда, это задача. Что для этого надо сделать? Вот что ты для этого делаешь сегодня, помимо того, что ты занимаешься? Я набираю опыт, организую какие-то свои концерты, участвую в опусах, на заведении. И не только. А какими-то коллегами там за рубежами не связываешься? Нет у тебя друзей? Американцы? Вот я планировал съездить за границу, получить еще образование, но пока подложил эту делину. А в чем ты хочешь усилить свое образование? Что ты считаешь тебе необходимым? Во-первых, в первую очередь, я хочу познакомиться с культурой людей, которые живут там, куда родом музыка, которые изучают, которые понимают. Хочу его и узнать из первой стачки. А скажи, ты сам музыку свою пишешь? Ну, я начинаю, пока так композитор себе не приуспел, но я пытаюсь. вот смотри, я многим говорил, что когда я учился в Беркеле, там очень важно было, что идет урок гармонии, и на этот урок гармонии тебя педагог просит написать какую-то пьесу. если ты закончил, ты еще учишься гармонии? Еще один год. Еще один год. Ну, вот тут гармонии. Вот как раз я, кстати, по поводу композиции, даржировки, конечно, об этом думал, когда рассуждал, куда-то вы поехали поучиться за границу. Ну, многие страты, композиции. Да, много где там активно. Ну, вот, ну, хорошо. Ну, вот это вот тоже. Здесь нам надо подумать, как вот именно в наших учебных заведениях. Ну, я понимаю, что это непросто. Игорь Михайлович, там магистрат вообще совершил манэстезию. Магистрат, что такое магистрат? Ну, это... Нет, это... А я-то где учился? Валу-то. Не, ну, смотрите, здесь вот... Вот идет, вот идет... После... Ну, смотри. Правда же после бакалаврия, бакалаврия. Да не, ну, вот это даже не надо. Вот сейчас поступает человек на первый курс в академию в месяц. Вот он поступил. Вот он пришел на гармонию. Вот какой-то проходит... Ну, джазная гармония когда начинает проходить? С первого курса? Ну, первого курса. Ну, это все как в первом. Ну, да, первый курс. Там вторая, там вторая, пятая. Ну, да. Секвенция, правильно? Ну, существует еще магистрат, вот который закончил, например, Цыганов. Ходил, 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 ходил. И? Его пригласили преподавать. Хороший колледж, час. Он пришел. Да, написали на позицию. Хорошо, у вас знаний, у вас нет. А какое у вас образование? У меня? Бакалаврия. Там выходили просто. Он обиделся и поступил в колледж. Юсик, ты не пей, ты рад, как? Бер, бер, бер. Который вместо мозга проводит. Там магистратура. Проходят мастер. И вот он начал играть, заниматься на рояле, там, на стихонах. А он говорит, зачем тебе это? Ты играешь лучше всех. Займечная позиция. Он пошел по позиции, вот эти шансы. Я Ржуров. И закончил так. Мы не в жанском. Займечная позиция. Его по позиции, если он вам не попрошу записан. Ну, я слышал. Ржуров. Она получила первое время середины. Ну, я сейчас не совсем об этом. Ну, да. Это немножко другая ступень. У нас пока это не разлило. Нет. Мы так и не успели за 10 лет пока, вот, говорят, свободно. Здесь нет. Да. Мы не успели ничего сделать. Я сейчас, смотри, вот, Асан Викторович, я сейчас говорю о совсем другом. Ты сейчас говоришь о высших материях. Я говорю о материях простых. Вот простой урок. Вот у тебя ре-минур, соль-сеп, дом-ожной. Вот тебе рассказали, вот эти секвенции. Тебе говорят, принесите завтра пьесу, внезапно на следующую неделю учитывая все вот эти секвенции. Сначала там у вас там ре-соль-до, потом там ми-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль. С учетом этого. Все. Вот это очень просто. И ты пишешь такие пьесы. Потом на джазовых стилях, допустим, проходим, проходим стиль, там, я не знаю, Тилонис и Монгер. Педагог рассказывает, что Тилонис и Монгер применял вот такие-то там, допустим, аккорды, там, такие секс. Здесь у него был вот этот прозрачный, вот этот его такой, стеклянные такие аккорды, такие, да. Вот в следующий раз напишите вот такую-то музыку, допустим. В стиле мелодию. Да, мелодию с гармонией, которую вот используется. И ты пишешь. Это не композиция. Не оценится композиция. Ты просто сидишь и постепенно напиши, допустим, мелодию на блюз. У тебя блюз появился. Напиши мелодию на I got rhythm, да. Напиши на I got rhythm. Напиши там на work song. Написал на work song. То есть, и у тебя идет процесс, что тебе задают какое-то задание писать вальс, допустим, три четверти. Вальс, условно говоря, на одном аккорде. Прошли какие-то вот ладовые там вещи, проходим, лады. Вот напишите это, потом там соберите, я написал там, у нас было, мы там, называлась мульти лады, или как-то два тетракорда, один, допустим, дарийский, а второй тетракорд, там, не знаю, уссурийский. Да, да. И там вот эти два, и вот на эту гамму придумайте тоже мелодию. Вот такие мульти, как это называется, забыл же. Ну, два тетракорда берешь, есть венгерские лады, там, какие-то, такие-то, берешь, в общем, короче, вот это, делаешь. Ну, то есть, я туда и понял, оттуда появился сибирский лады. Вот. Абсолютно оттуда и появился. Да. Там и сочинили. Там, к этому куроку. Да. Вот мне сказали, сомбо-д-игр написал, когда мы изучали Пэт Мэттини и Хэрби Хэнка вот это па-па, это, па-па-па, па-па-да-бу-би. Там, когда без, 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 без доминанции есть, просто там, такие вот аккорды, сусы, да. Вот это я написал, вот это я написал, самбо-да-игр. Оттуда появился, самбо-да-игр. То есть, Телемонг. French Connection, как раз там же появилась, который записал Гроэр, тоже, наверное, на вторая-пятая. Там, потом, что там, еще написал. А, вот еще у меня It could be cool тоже. Тоже, там, вот как раз найти, найти эти тракорды два, туда-сюда. Вот ты, пожалуйста. Ну что, если бы мне эти уроки, я бы, может быть, и не написал бы. И не взялись в этом. Да. Надо писать программу, что это разрабатывать. Надо разрабатывать. Ну, это тоже будущее, так сказать. Но, они, они такие, если они есть в Беркли, или там, где-то еще, значит, что нам стоит это сделать? Абсолютно. Ну, я думаю, мы с Валерей Александровичем, все вместе работаем. Но, это, это будущее наше. Но, уже есть кому, уже есть кому писать, с другой стороны. Вот эти все молодые ребята, и с ними уже можно разговаривать, в их возрасте, можно разговаривать, уже о чем-то можно разговаривать. Хотя бы они слушают еще. Уже хорошо. Не все, но есть, которые с ними? Ну, конечно, должны быть люди, которые... те, которые будут определять музыку в будущем, в нашей стране, это уже, уже, они уже есть. Конечно, надо давать им возможности, конечно, они должны играть, выступать, но это тоже от них зависит. Вот. Дорогой Георгий Михайлович, спасибо тебе большое. Пожалуйста. я буду рассказывать. Не хочется тебя мучить. Да, мучить, если еще есть. Есть вопросы? Какие-то? Я думаю, какие-то вещи, они уже известны всем, мы повторяемся. в общем-то. А с другой стороны, повторение мать учений, надо смотреть на все. И самое главное, чтобы никуда не торопиться. Вот еще один момент. Не надо, не надо все. Хочу, хочу вот это, хочу. Успеем. Мы все успеем. Мы всегда успеем. И жизнь, вот, я вообще уже со своей, так сказать, со стороны, у меня до сих пор, как бы, еще есть вещи, которые я хочу сделать, сыграть и думаю, и мечтаю. И никакой там, так сказать, и еще я знаю, что есть огромное количество времени. И у вас тоже, но у вас должно быть такое, молодежь, но вот такая ситуация, очень много времени, но его нет. Поэтому, его нет, когда надо заниматься, и очень много времени, чем хотеть какие-то, есть какие-то неудачи, неуспехи. Это все, это и стимул, но ни в коем случае, все неудачи, это только стимул, идти дальше, доработать. Я считаю, что, знаете, если ты там талантливый, или неталантливый. Талантливый, значит, мы все очень талантливые люди, все. Но где-то мы дорабатываем, где-то мы верим, если мы не верим, и не дорабатываем, значит, мы в этом, во что мы не верим, и не дорабатываем, не талантливы, значит, мы талантливы в другом. Но мы все талантливы, У нас нет такого, что мы не можем. Если мы где-то не доработали, единственный вопрос. И надо к этому дальше стремиться. Как договариваться условно с промоутерами, как разговаривать с людьми. Смотреть кино, смотреть, может быть, интервью. Как дает? Посмотреть, как дает Марсалис интервью. Или какое-то интервью Чарли Паркера где-то было. Или еще кого-то. Посмотреть, как жить дальше. Как перенести все, что есть здесь, что есть в сердце. Перенести это, чтобы все это оценили. И дальше начались предложения. Карнеги Холли, Вальберт Холли, в консерватории, в Виллоч-Венверде. Хотя сравнить Карнеги Холли и Виллоч-Венверде нельзя. Подвал, да? Он до сих пор страшен. Он страшен до сих пор. Ну, так надо нам тоже вот... И попасть туда точить. Практически невозможно. Ну, я от этого приезжал. А, если попасть, ну, закупить билет, купить? Ну, да. Стоять, даже если ты закажешь, все равно тебя поставят лучше. Да, стоять. Ну, ничего, хотелось бы сыграть там, конечно. Паралычки не будут. Нормально. Мол. Они протестуют. Это у нас такое музыкальное оформление. Истоки джанза. Да, да, да. Те, кого не пустили. Ну, давай... Спасибо, Илья, еще раз. Мы пошли, пошли. А можно взять и подгруппаться, мы все фото сделаем? Да. Подождите, или давайте, Игорь Михайлович подойдет. Делаем. Вы собирание идет в Магометов. Входи, что Магомет идет. Проходите за партой. Не, давайте. Так. Нам же многие надо бы задать. Ну, так. Они еще нет. Давай. Уходи. А ты все назад, да? Сверхозно. Конечно. Да, конечно. Давайте, давайте. Прилучайший. Хорошо, посмотри. Прямо нормальный. Смотри, давай. Телевидно. А, пожалуйста. Попробуй. Да, что дальше, сколько. Да, да. Сынок, что-то такое. Ковая вещь. Ковая вещь. Угибаемся. спасибо 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 ну всё, пошёл давай, давай я тебя ну ты же тебя в порядке в два года спокойно по одному по одному по одному